Биорезонансная терапия 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 Но теоретически и практически было доказано, что можно управлять ритмами и метаболическими процессами нашего организма. В частности, в 1978 году немецкий ученый Моррель выдвинул гипотезу, что весь спектр электромагнитных полей и излучения нашего организма – это носитель биологически значимой информации, которая может использоваться для лечения и диагностики. Доктор Моррель и его сподвижник инженер Эрих Роше разработали метод лечения под первоначальным названием метод МОРА или МОРА-терапия. На сегодняшний день она нам известна именно как биорезонансная терапия. То есть вы можете себе представить, что в 1978 году нам этот метод уже был известен людям, которые проживали в то время. После Морреля это направление было продвинуто другим немецким ученым, американским ученым Райфом, который с помощью уникального темнопольного микроскопа смог увеличить микроорганизмы в 60 тысяч раз. И доказал, что все патогенные организмы, окружающие нас, имеют свою собственную частоту, колебания. То есть каждый микроорганизм, который нас с вами окружает, имеет свое колебание, свой ритм. Именно Райфом была зафиксирована характеристика каждого микроорганизма. И в результате многолетних исследований он обнаружил частоты жизнедеятельности таких паразитов, как грипп, герпес, полиомиелит и множество других инфекций. А также смог зафиксировать именно онкоклетку, частоту жизнедеятельности онкоклетки. То есть этот ученый стал прорывом в направлении лечения биорезонансной терапии и именно антипаразитарных направлений. Он стал родоначальником именно антипаразитарной терапии в мире биорезонанса. Значит, на данный момент его работа нам на самом деле до сих пор позволяет работать с такими проблемами. Как вот вирус герпеса, вирус гриппа, гельминты, простейшие. Это очень большой объем тех паразитов, которые нас окружают. Также большую работу в направлении биорезонанса провел доктор Хольк. Он доказал, что зависимость результатов электрического воздействия на органы и системы организма от точной установки позволяет полностью восстановить здоровую функцию каждого органа. И сейчас каждый пациент, который проходит биорезонансную диагностику и проходит лечение биорезонансным прибором на основе именно его открытий, проходит восстановление нашего организма. Вот после длительного изучения характеристик и ученых на сегодняшний день именно на основе этих данных, на основе громадной работы, которую провели эти ученые, мы имеем возможность проходить такое лечение. Метод, конечно же, был постоянно модернизирован. Он всегда проходил улучшение, изменение в связи с тем, что менялись микроорганизмы, они мутировали, частоты менялись, добавлялись. То есть это сейчас на сегодняшний день огромный блок знаний, который позволяет нам с вами иметь возможность проходить такое лечение без вреда для здоровья. Значит, скажите вы, почему об этом методе нам неизвестно, раз он имеет такую многовековую историю. Именно когда Райфом был открыт такой достаточно большой блок информации о жизни микроорганизмов и о возможности борьбы с ними, именно в тот момент фармацевтика задавила этот метод. То есть могу сказать одно, что данная методика не является выгодной нашей медицине. Почему? Потому что, я как говорила в начале, такой объем лекарственных препаратов употребить невозможно, чтобы работать со всем тем, что живет в нашем организме. И таким образом этот метод стал забыт, через какой-то промежуток его опять поднимали, опять дорабатывали, опять он угасал. Но на сегодняшний день в нашем мире он очень активно и уверенно шагает по планете. Пожалуйста, можно следующий слайд. Принцип работы метода биорезонансной терапии. Значит, сам метод биорезонансной терапии – это воздействие на организм человека низкочастотными электромагнитными колебаниями, с которыми организм или отдельные органы и системы находятся в резонансе. Резонанс вы можете наблюдать, как это выглядит именно на схеме. То есть вот первая схема – биорезонансная терапия до сеанса, после сеанса. То есть вот на данном диаграмме показано колебания жизнедеятельности, допустим, любого органа или системы. Вот эта линия, что идет штрихом – это болезнь, которая воздействует и нарушает колебания. То есть вот до сеанса это выглядит вот так, до работы с прибором. А после работы с прибором уходит этот дисбаланс. И в связи с чем на данный момент колебания выравнивается и работает уже без каких-либо нарушений. Результатами такой низкочастотной электромагнитной терапии является усиление физиологических колебаний, ослабление или полная нейтрализация патологических колебаний. То есть это касается заболевания или же это касается паразита. Вы можете видеть картиночку, как воздействует прибор на паразитов. Точно так же на слайде вот они показаны. То есть с помощью такого метода и такого медицинского бытового прибора и внесения в него специализированных программ, направленных против паразитов, которые живут в нашем организме, отправляется в организм превышающая частота жизнедеятельности каждого вида паразитов. И они погибают. И с помощью очистительных программ без вреда для здоровья выводятся из организма. И самое приятное то, что восстанавливается и поддерживается полностью вся физиологическая особенность нашего организма. То есть все органы и все системы приводятся в норму. В ту норму, как наш организм должен работать в первоначальном здоровом состоянии. То есть это не поддержка, а полное восстановление. Отличительная особенность у биорезонансной терапии от классической физиотерапии, как мы привыкли, да, кабинеты физиотерапии, наверняка все помнят, это отсутствие какого-либо теплового эффекта, при котором организм затрачивает свою собственную энергию. Так как здесь идет ответная реакция организма, которая требует определенного энергетического потенциала со стороны организма. То есть это о чем говорит? О том, что прибор биорезонансной терапии работает в обратном порядке. Он восстанавливает энергию организма. Он не забирает силы, а направляет и дает поток энергии для того, чтобы наш организм смог восстановить сам себя. Организм при этом не тратит вообще ничего, он только берет. Поэтому этот метод важен для людей, у которых имеются противопоказания к физиотерапевтическим процедурам. То есть это достаточно большой спектр людей, которые не могут проходить такие процедуры. Это очень важно для людей пожилого возраста, когда для физиотерапии есть много противопоказаний. Удивительной особенностью метода биорезонансной терапии заключается в том, что чем сложнее ситуация, чем сложнее болезнь, то мы можем больше помочь этому человеку. Почему? Потому что это происходит в связи с тем, что прибор приносит в организм энергию и поднимает энергетический потенциал. Данный метод не забирает из организма силы, а наоборот стимулирует иммунную систему, восстанавливает кровообращение, проводит восстановление лимфатической системы, улучшает лимфоток. позволяет нашему организму полностью сам заняться своим лечением, настроив его на здоровый лад. Терапевтические частоты, которые вносятся в организм, находятся в коридоре нормы. То есть коридор нормы, вы можете видеть, вот он показан на диаграмме, вот это коридор нормы. То, что выбивается штриховой линией, штриховыми на диаграмме показателями, это говорит о том, что именно этот дисбаланс полностью разрушает норму работы организма. То организм воспринимает вот эти сигналы, эти посылы. Вы можете видеть, как происходит этот посыл непосредственно от прибора к нашему головному мозгу, от головного мозга к больному органу. Идет ответная реакция. То есть он воспринимает эти посылы, эти сигналы, как свои собственные. И не отторгает. Принимает их и настраивается на здоровый лад. Поэтому, если правильно составлены программы, то не будет ни передозировки, ни побочных эффектов, которые могут возникнуть при любом ином воздействии на организм. То есть это говорит о том, что у нас есть преимущества. И именно метод биорезонанса отличает именно вот эту особенность от любых других методов. То есть с момента рождения, с пожилыми людьми, с определенными ограничениями при работе, при других формах лечения, этот метод является универсальным. Да, есть ограничения, да, есть определенные непосредственные правила работы с прибором. Это медицинский бытовой прибор. Это достаточно мощная особенность, достаточно мощная форма лечения и в то же время универсальная по своим свойствам.